всем привет пластинки которые вышли в 2002 году как я уже и говорил в массе своей не вызвали у меня какого-то такого взрыва я рассказывал про альбом который потряс меня больше всего который я считаю до сих пор лучшей записью 2002 года но не прошло и суток как я пошел в магазин и увидел еще одну пластинку вышедшую в 2002 году она вот перед вами body guy blues don't lie называется блюз небрят не лжет и конечно не мог я мимо этой пластинки пройти я ее раньше не слышал она вышла довольно давно по моему релиз состоялся в сентябре если я не ошибаюсь альбом вышел на сиди но сиди меня вообще мало интересует в интернете я музыку не слушаю большей частью очень редко когда что-то нужно такое по ну вроде какого-то праздного интереса что за группа такая там подпад и кать ну вот эта вещь конечно body guy 86 лет парню практически молодой еще человек для блюза вот такой 86 лет новый альбом интересно мне было что же там такое случится 86 лет вот он еще вот на вкладочке какой прекрасный прекрасный музыкант это видно по лицу но пластинка body guy у меня много я его музыку слушаю много лет знаю довольно хорошо и не ожидал никаких откровений честно говорю ну просто как артефакт думаю ну надо как как же можно без этого 86 лет 35 что лили 36 альбом по счету воде гая что собственно совершенно не важно какой он там по счету но возраст вызывают уважение ну наверное что нибудь такое будет соответствующее возрасту но нет но нет оказалось что это вот как мне кажется опять таки я говорю только свое мнение о своем восприятии как мне кажется это один из самых белых альбомов черного блюзмана body guy почему белых потому что он в ну две трети наверное музыки здесь такой мощнейший электрический блюзрок блюз никуда не делся блюз это составляющая body guy это часть его жизни часть его тела часть его души часть его сердца мозга я же не говорю про пальцы там да про руки про мозг и все и все остальное думайте что хотите но такой пошел здесь рок сразу просто что мне кажется это понравится всем даже тем кто блюз не очень любит ну что сказать с первой же вещи который называется i'll let my guitar do the talking говорить то есть да сразу такой вижу въезд на органе и пошел блюз рок вот иначе не скажешь и блюз тебе body guy скис сумасшедший агрессивно игрой на гитаре в таком возрасте просто это здорово пальцы никуда не делись а стали еще лучше еще толще еще сильнее и движутся еще быстрее звукоизвлечения уже проект даже говорить не стоит она великолепно настолько то сравнить в общем то ни с чем это фирменный звук body guy фирменный звук его гитар здесь он играет на нескольких разных гитарах и на вкладке указано в какой песни на какой на каких точнее бывает что и на нескольких в одной песне это нормально совершенно для студийной записи мощнейшего гитарного блюза автором большинства песен является том хембридж барабанщик и продюсер плат последних пластинок body guy по моему то ли 4 то ли пять пластинок в сотрудничестве с хембриджем вышло body guy и предпоследний альбом вот этот да блюз из life and well это тоже в сотрудничестве с хембриджем который создал вот этот самый фирменный блюз роковый звук который на четырех точно последних альбомов по альбомах body guy имеет место мы его слышим именно такой блюз роковый причем в сторону блюза все-таки с бой больше все уходит нежели чем в тупой вот этот вот белый блюз рок который я признаться чем дальше тем меньше люблю вот этот пластинка получила гремми и она более нам опять таки на мой взгляд она более блюзовая более корневая чем последний альбом вот этот но совершенно не не делает вот эту пластинку хуже может быть она даже и лучше чем предыдущая пластинка она тоже номинирована на грэмми сколько грэмми у body guy я уже забыл честно говоря точно ни одна и не две за 35 или 36 альбомов можно на получать много тем более плохих альбомов body guy нет вообще они все блестящие есть очень разные есть уходы в сторону такого жесткого фанка есть уходы в сторону тяжелого рока просто но опять таки все все на блюзе плюс никуда не девается но тем не менее и первая вещь она мне понравилась очень но думаю но все-таки это будет рок все-таки это не будет блюз но ничего подобного blues don't lie и следующая вещь все потише все потише все поскромнее все помедленнее но гитара поет так как подразумевалось по названию первой песни где гитара должна говорить как бы а говорит она во второй вещи именно в blues don't lie и говорит так внятно так понятно что вспоминаешь о том что джимми хендрикс учился играть на музыке body guy и все его фирменные штучки все его приемчики которые он развил беспредельно конечно и нашел свой звук и нашел свою манеру нашел свой способ общаться с людьми с помощью гитары но изначально все это строилось на том что он услышал у body guy и вот эти все приемчики в частности разговоры человеческим голосом на гитаре он перенял именно body guy ну так вот на blues don't lie мы все это слышим следующая вещь the world needs love это электричество визуализированное здесь видно просто как body guy играет на гитаре а электричество стекает медленно с его пальцев и расплывается папа по всему земному шару такое количество здесь электричество в этой песне хотя она в принципе медленная в принципе медленный блюду условно говорят средне темповый такой блюз но настолько зверская вот это вот электрогитара именно электрогитара с большой с больших букв электро то есть уж тут дал так дал ничего другого не скажешь we go back смотрит степлс которая поет здесь вторую часть текста очень такой ну понятно что когда женщина поет печально в печальном блюзе очень проникновенно и очень очень корнево и все мои рассуждения о блюз-роке здесь сразу как-то стираются потому что вот здравствуй body guy здравствуй настоящий блюз однако переворачиваем на вторую сторону симптомсов love с кем в дуэте с элвисом костелло это такой ракешник опять-таки замешанный на блюзе конечно даже не замешанный на блюзе а блюз замешанный на ракешники и с элвисом костелло который появились бэк-вокалы и явно принимал участие в разжировках потому что костелло не может этого не делать очень современный звук очень модный даже я бы сказал так очень очень модно и и напоминает даже последний альбом элвиса костелло такие полуэкспериментальные очень странная вещь но на follow the money мы снова уходим в традицию можно передохнуть снова традиция здравствуй блюз вылонов лон то же самое но зато у вас wrong with this вместе с бобби рашин привет первой песни привет блюз-рок привет тик тяжесть привет почти почти хард просто такой какое качалово и вот и вот и думай блюз это или блюз-рок так через одну все это идет гансмокс блюз на третьей стороне снова возвращаемся в чикаго больше не было возвратиться house party почти буги буги-вуги мы любим буги-вуги но чуть-чуть помедленнее чуть чуть помедлене свитинг и бэкдо скретчин опять здравствуй 21 век здравствуй 2022 год абсолютно современное прочтение блюза с мощнейшим звуком сочным цифровым не побоюсь этого слова тут в общем все хорошо с цифровой записи и она не портит надо сказать не умаляет живости не умаляет воздуха не умаляет дыхание качание вот этого все то что есть блюзе все это осталось несмотря на компьютеры несмотря на редактуру там и все дела я боюсь подойти к следующей песне потому что она была первой которую я послушал когда взял этот альбом но все-таки подхожу это i've got a feeling леннон маккартни думаю ну интересно что же блюзовых версий 5 песен beatles я переслушал много их их на выходила просто ну я не знаю 10 альбомов наверно можно набрать блюзовых версий beatles я не говорю про отдельные песни которые разбросаны там по записям разных музыкантов но здесь прозвучала такая вещь которая вообще не ожидал сглаженная мелодия вокальная выпрямленная и такая качалка около фанковая с прямой с прямой голосовой линии там чуть-чуть намеки на то что пели леннон маккартни ну ну так весело так здорово так нагло и бесстрашно сделано что сделает такую попытку кто нибудь другой все бы оплевались а здесь сделано гениально я имею до форму если в такой форме кто нибудь сыграл бы beatles к вину парень ты вообще с ума сошел а здесь просто гениально настолько качественный здорово и с любовью с такой с такой раскачечкой с таким юмором и все продолжаю я очень мощно очень громко очень мощно ну раз барабанщик продюсер надо понимать что здесь будет все в порядке всегда с ритм секции rabbit blood last call два абсолютно традиционных блюза и я же говорил что основную основным автором песен здесь являлся вот этот самый том хембридж барабанщик но и это слышно кстати говоря потому что вот эта блюз роковость она от него идет но вот эти песни rabbit blood и last call такое ощущение что писал сам бодигай абсолютно его манера его 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 построение песен вот его построение гармонии мелодии структура вся прямо вот бодита том хембридж просто взял и написал точно так же как написал бы это бодигай и я даже сначала удивился ну вот а эта песня бодигая точно сумму нет том хембридж и завершение king be традиционная уже старая песня которую мы знаем и по оригиналу и по версии rolling stones и много кого еще она сыграна в акустике так закрывает альбом такая добавочная штучка но вспоминаем о том что такое бодигай и кто такой бодигай совершенно шикарная пластинка неожиданная 22 год 86 лет это конечно надо не просто иметь в виду а надо иметь это часть истории это часть нашей жизни это часть мира часть музыки которая нас объединяет которая не дает нам ссориться между собой которая объединяет я уже сказал да объединяет народы всего земного шара потому что лучше музыки нет на свете ничего это сказал не я это сказал фрэнк заппа в тексте одной из песен на альбоме джоз гараж которому мы которому мы в скором времени подойдем поскольку заппа это тоже тот человек который объединяет все народы мира хотя иногда кажется что он разъединяет даже семьи не то что народы мира но на самом деле все не так все гораздо лучше в общем очень советую этот альбом the blues don't lie блюз действительно не врет потому что сыграть блюз фальшиво или лживо невозможно ну просто не получится а раз не получится значит он никуда не выйдет никто его не услышит а если мы его слышим значит он написан вышел опубликован значит он правильный вот за это я и выпью прямо сейчас до новых встреч пока